Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, уже многие догадались. Под ушки я положил подушки, потому что под ушки – это предлог с именем существительным. Я положил что? Подушки – это существительное. Послушайте сказку. «Ссора предлогов со всеми словами». Жили в одном из городов морфологии предлоги. Были они такие драчуные забияки, и один раз так сильно поссорились с существительными. Существительные обиделись на задир. Предлоги поссорились с обидчивыми словами. Они переехали в другой дом и даже перестали разговаривать с бывшими соседями. Постепенно они совсем отдалились. Так предлоги стали отдельными словами. Делать нечего. Раз уж случилась такая ссора навек, решили записать в книгу правил это событие, ставшее потом правилом. Предлог – это слово, и с другими словами пишется всегда раздельно. Запомните, предлоги со словами пишутся раздельно. Это орфограмма. Давайте потренируемся. Определите, в каком предложении предлог с существительным записан правильно. Ребята пошли в лес. Во втором случае. Коля пришел из школы. В первом случае. Деревья сажали за домом. В первом случае. В апреле расцвели подснежники. В первом случае. Молодцы, я думаю, все справились с этим заданием. Перед вами звуковые схемы предлогов. Прочитайте, как мы произносим и слышим предлоги. Без, над, под, перед, через, из. А как правильно писать предлоги? Запомните. Написание предлогов. Без, над, под, перед, через, из и так далее. Поупражняемся. Выберите, какие буквы нужно записать в предлогах. Без сахара. Над, над, травой. Под, под, тумбой. Перед, садом. Через, лес. Из, песни. Под, под, над, над и так далее. Для закрепления полученных знаний я рекомендую выполнить домашнее задание учебники русский язык, вторая часть для второго класса, выучить правила на странице 110 и выполнить упражнение 186 на странице 109. Спасибо за внимание. Добрый день, дорогие второклассники. Давайте, прежде чем начнем изучать новую тему, повторим то, о чем мы говорили с вами на прошлом занятии. Давайте вспомним, что значит умножить число на 10 и как это можно легко выполнить. При умножении числа на 10 к нему можно приписать справа 1, 0. А при делении числа на 10 справа от него, наоборот, можно отбросить 1, 0. Давайте с вами потренируемся выполнять задание на умножение и деление на 10. Сколько получится, если 6 умножить на 10? Правильно, будет 60. А теперь меняем местами множители. 10 умножить на 6 будет, молодцы, тоже 60. А теперь берем произведение 60 и делим на множители. 60 разделить на 10, сколько получится? Молодцы, получится 6. А 60 разделить на 6 получится 10. Хорошо, давайте разберем еще одно задание. Сколько получится, если 9 умножить на 10? Молодцы, получится 90. А если 10 умножить на 9, будет тоже 90. А теперь берем произведение 90 и делим на множители. 90 разделить на 10 получится 9. А 90 разделить на 9 получится 10. Ну и примеры, которые, я думаю, что вам очень понравились. Сколько же получится, если 10 умножить на 10? 10 умножить на 10, правильно, молодцы. 10 умножить на 10. А теперь 100 разделить на 10 получится 10. 10 умножить на 10 умножить на 10, получится 10 умножить на 10. Эти знания нам сегодня понадобятся для решения задач. Я думаю, что каждый из вас в жизни сталкивался с такой проблемой, как покупка какого-нибудь товара в магазине или в школьном буфете. И очень важно знать, сколько денег тебе понадобится для покупки, сможешь ли ты, какое количество купишь ты предметов и сколько сдачи тебе дадут. Поэтому мы сегодня будем с вами решать задачи со следующими величинами. Цена, количество, стоимость. Разберем задачу на 75-й странице под номером 2 в ваших учебниках. Мальчик Толя купил 3 тетради по 10 рублей каждая. Сколько денег он заплатил за все тетради вместе? Давайте заполним нашу таблицу данными и задачи. Что нам известно? Мы знаем, что одна тетрадка стоит 10 рублей. Сколько таких тетрадей купил Толя? Правильно, молодцы. Количество купленных тетрадей 3. И нам с вами необходимо узнать общую стоимость покупки Толи. Как же мы будем действовать? Конечно, можно было бы сейчас 10 прибавить 10 и прибавить 10, и мы бы нашли общую стоимость сей покупки. Но мы же с вами уже умеем заменять сложение одинаковых слагаемых умножением. Поэтому для того, чтобы найти стоимость всей покупки, достаточно 10 умножить на 3. Получится 30. Толя потратил на 3 тетради 30 рублей. Решаем следующую задачу. У нас те же тетради, но необходимо найти, сколько таких тетрадей по цене 10 рублей можно купить на 50 рублей. Давайте заполним нашу таблицу данными из задачи. Цена тетради 10 рублей. Стоимость всех тетрадей, которые можно купить, 50 рублей. Нам необходимо узнать, сколько тетрадей можно купить на эти 50 рублей. Что же мы будем делать для того, чтобы решить данную задачу? Нам необходимо 50 рублей поделить по 10, и тогда мы найдем количество купленных тетрадей. То есть 50 разделить на 10, и мы нашли 5 тетрадей. На 50 рублей можно купить 5 тетрадей. Решаем следующую задачу. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас нам известно количество тетрадей. Их купили 6. Заплатили за них 60 рублей. Необходимо найти, сколько стоит одна тетрадь. Заполним нашу таблицу. Мы знаем, что купили 6 тетрадей. Это количество. Мы знаем, что за эти 6 тетрадей заплатили 60 рублей. Это стоимость. Нам необходимо найти цену одной тетради. Что же мы будем делать, чтобы найти, сколько стоит одна тетрадь? Посмотрите. Нам необходимо 60 поровну разделить на 6 тетрадей. И тогда мы найдем стоимость одной. 60 разделить на 6 получается 10 рублей. Цена одной тетрадки 10 рублей. Давайте сейчас подведем с вами итог. Что же мы делали для того, чтобы найти стоимость? Для того, чтобы найти стоимость, нам необходимо было цену умножить на количество. А что мы с вами делали для того, чтобы найти количество? Мы стоимость делили на цену. А что мы делали, чтобы найти, сколько стоит один предмет? Чтобы найти цену, нужно стоимость разделить на количество. Для закрепления материала, который мы сегодня с вами разобрали, я предлагаю дома выполнить следующее задание. На странице 75 номер 2. Вам необходимо придумать задачи, похожие на те, которые мы решали сегодня с вами на уроке. Только не забудьте, что цена должна соответствовать действительности. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»